Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Печуев, и сегодня, так сказать, такую тему хочу поднять, которую, конечно же, не обсуждают, которой нет, и советую всем повторить за мной. Как всегда и бывает, да? Так, почему нет отката, как говорится, обратки после ритуала чистки, допустим, да? Почему там колдуну или шаману темному, или какой-то ведьме? Я не говорю о каких-то интернетных фриках, клоунах и балаболках, которые говорят, что они все могущие, а потом валяются по больницам, как говорится, и спасают свои органы и так далее, отказывающие, да, принимая горсти и обезболивающие, я не об этих говорю в шизиках. Почему же нет обратки? Почему? То есть вы, допустим, сделали какую-то чистку, еще что-то, это дело не в защите, защиты никаких там не может быть, допустим, у шамана. Вот. Допустим, у шамана нет никакой толком защиты вообще, да, или у ведьмы. И почему-то обратки нет, и ничего с ним не происходит и так далее. Дело в том, что вы кое-что забываете правила сил, наверное, ну, конечно, некоторые законы-то и не знают, зазнают он столько, только выпендрешь один. Поэтому я советую повторить это видео за мной, посмотрев его внимательно и прослушав, ну, если ветер не помешает тут ходить. Вот. Происходит это следующим образом. Так как колдун, допустим, или маг слишком важен для сил, они его будут защищать и рвать за него задницу, по-русски сказать, по полной. Потому что он их кормит. Он их кормит не монетками, он их одаривает не какой-то фигней, фентифлишиной, дохлыми отцами и так далее. Он делает реальные большие жертвоприношения, кровавые, да. Давай им самое дорогое, что есть, да. То есть некоторые там говорят, ой, Фортуне, мы там монетки, кофе и так далее. Ну, Фортуна не пьет кофе вообще-то, она вино. Немного попутали с божеств, как говорится, их питание, да. Поэтому, если вы идете против фортуны, магу, ведьму, и думаете, что... Или шамана какого-то там, допустим, черного или белого, не имеет значения. И думаете, что все, сейчас мы отомстим ему, наконец-то, ему будет откат, он будет болеть и так далее. Ни хрена не будет. Потому что силы, да хоть сатанист, он хоть темный колдун, там сатане поклоняется или дьяволу. Если он несет жертвоприношение, кровавый, как говорится, бывает даже. Бывают и вообще начинающие маги всякие, да, тоже начинают вот с этого, кровишки. И потом такого труда, никто не отпустит из сил, естественно, и кровавый, как говорится, креплен кровью. И что бы вы ни делали, как бы там ни думали, он, наверное, на нем защита. Ой, траля-ля-ля-та-паля, это вообще бестолку, как об стенку кровавого. Об стенку головой бьетесь, ничего не будет действовать. Поэтому я объясняю, обратки и отката не происходят, потому что как раз силы его держат как важнее. Он важнее, чем вы. Он важнее. Из чего вы взяли, кстати, что он в чем-то виноват? Может, он не виноват, что он выполняет свою работу. Он занимается тем, чем он занимается. Это его личная жизнь, это его судьба, как говорится, да? А вы кто? Никто. Просто человек, который хочет попакостить и сам удовлетвориться. Говорится, сказать, ой, я порчу, навел, сейчас кайфану от этого. Человеку плохо, а мне радость на душе, да? То есть, если для этого цель, это глупая цель, потому что эти же силы, которые с ним работают, они вам шандарахнут и просто искрят вашу жизненную позицию, вашу судьбу. Просто будете валяться в канале потом, потом внезапно проблемы с деньгами и так далее. Ну, это так, припуги будут, да? Но, по сути, я говорю, то есть, силы, проблема в том, что вы не понимаете, не можете осознать, что это не джинны там, не Аллах никакой. Нет, это те силы, которым он несет жертвоприношение. И он делает это все, как говорится, регулярно. Возможно, соблюдая праздники, как в шаманизме, да, бывает в фуду, допустим. Вот, как в Кимбанде тоже бывает. И в многих работах с богами. Естественно, боги такого не отпустят, потому что он для них, по сути, выручалочка. Он их питает, он постоянно, допустим, просит немного за свое исполнение желаний или каких-то реализаций там для клиента, да? А заливается кровью алтарь. Поэтому многие ведьмы, которые и колдуны, и орут, и шаманы, что они великие шаманы, ни разу не приносили и боятся принести в жертву птицу или какую-то животинку, это туфта собачья. Поэтому я объясняю тем людям, которые смотрят таких клоунов, вы немного подумайте головой, что есть магия, а что есть иллюзия, имитация, как в сексе с бабами, да, имитация секса, блин. Также и здесь есть актерское воспроизводство, воспроизводят театр вам. Но в реальности с таким человеком встретишься и понимаешь, что, ну да, как бы фантазия была другая, видели одно, а при встрече другое. Клоун, чудик, трусливый и так далее. Поэтому я объясняю, что откат не происходит, потому что силы человека защищают. Это не защита поставленная ритуальная, это именно потому, что он им важней. Но это редко бывает, честно говорю, потому что не к дырчам дарах. И так, что многие гадалки у нас тут поблизости же спились, от нас дохло, потому что... Ах, я сейчас веду. Вот, потому что столько времени через кладбище дубасило, а толком не платило, как говорится, небесом никому. Ну, вот к этому... Блин, эти наркоманы задолбали. Одни бутылки валяются с лаком. Вот, поэтому я и говорю, подумайте, с чем вы вообще связываетесь, как работаете, для чего. Не надо никогда жалеть силам, но главное знать, что они хотят, их спрашивать. Они, я уже говорил много раз, начали, наконец, повторять это. Вот, то есть нужно спрашивать. Хоть вы с мертвым миром работаете, хоть с каким, силы вас будут держать, как говорится, помогать во всех делах. При одном условии, если вы, так сказать, считы, если вы выполняете то, что они говорят, а не то, что вы захотели, и вам, вот видите ли, сегодня нравится монеты подсовывать. Монеты – это человеческая плата. Вы на покойнику платите монеты, я понимаю, но силам, которым, в принципе, насрать на ваши деньги, в кавычках, я не знаю, как вы это делаете, какая-то глупость, да? Это то же самое, оплачивать перевозчику дешевой монетой рублю, вот, когда можно было золотом, да, с кровью своей капли. Вот, было бы интересненько. Вот, то есть, понимаете, поэтому я объясняю, что ваша цель и позиция немного неверная, значит, раз получаете откаты по башке и так далее. А есть такие маги? Есть. Есть, говорят, что ничего нету, траля-ля, тополя мы бессмертны. Ну, получают. А есть, которые не получают, и нужно понять, что там стоит за этим. Мы не на камеру должны верить. Мы не должны человеку верить в его слова. Мы должны верить фактам, видеть этого человека, посмотреть, а, перекошенный, кривой, косой. Ну, теперь констатируем факты. Долбанула, виды, так хорошенечко, что еще раз потом выпендрится и уже прикроет его. Поэтому ваши подруги, когда вы говорите, я ведьма, я голдун, я великий шаман, великий, величайший, за это придется ответить. Есть силы, которые занимаются этим. То есть, есть определенные силы. Так что, всем, ночью спектр. С вами был Александр Чуш. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. И включайте свои уже на скифы, чушь собирать и в выдуманном мире в каком-то фантазиях жить и говорить. Вы знаете, как это, Алиса в стороне чудеса, шизофрения катоническая. Удачи! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет много чего интересного.